МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Укладу здоровья дзятей. По просьбе мясовых жахаров у Гомеля открыли баскетбольную пляцовку. А зараз об этом и иншим – больше подробязно. Форум «Беларусь – это мы» сбирая креативную молодь во всех регионах краины. На эшсе масштабное мероприемство отбылось у Гомеля. Сотни проектов, доброченные акции, волонтерство – форум показал усе самые свежие и конструктивные инициативы молодых людей. О перспективах развития молодежного руху в области доведались наши корреспонденты. Корыстная высокородная справа – выдатный способ увековечить такую падею. У дельники молодежного форума посадили побач с палацом легкой атлетики древы. 22 древы увасабляют районы в области и город Гомель. На их стужечки с пожаданиями своей краине. Это дерево, мы сегодня садим дерево. Это значит процветание, мир. Это символично довольно, чтобы наша страна и в дальнейшем процветала. Серьезное питание и святочная митусня, сучасность и традиции. Молодежный форум у Гомеля, саправды, объедна у себя многое. Для каждого его удельника это долгочеканная падея. Зарад натхнение, встреча с однодумцами и способ заявить об своей грамадянской позиции. Молодежный форум сегодня это то место для общения, где можно обсудить актуальные вопросы, которые волнуют современную молодежь. Голос молодых сейчас особенно важен. Молодежный форум это такая большая площадка, где можно проявить себя, проявить свою значимость, свою инициативу. Дать какой-то толщок не только одному какому-то человеку, а сразу же большому проекту. И это очень важно. Свои думки на кон далейшего развития краины молодые и активные выказывали на одной из головных пляцовок форума, подчас открытого диалога Беларусь-Гетамы. Молодежный парламент Гомельского района выказал актуальную для студентов пропанову резервовать на предприемствах працовные места для молодых специалистов. Тут же и пытание достойной зарплаты для выпускников и молодых специалистов. И цикавое меркование. На практику будущих специалистов варта частей отправлять у районы. Тады размеркование ни по месту учебы, ни по лохе. И они уже ведают, что в районах часто и зарплата выше, и жилье предоставляется. Мы затрагивали вопрос распределения, что, допустим, молодые специалисты проходят практику в городе, а в дальнейшем потом распределяются на район. И не хотят идти на район, потому что практику проходили в городе. Почему бы не делать практику на районе? Вообще для молодых специалистов это важно. Пробовать везде себя во всех начинаниях. То есть практика на районе, практика в городе, на районе зарплаты повыше. Многие специалисты, перейдя на район, уже не хотят возвращаться в город, потому что говорят, вау, нам здесь и квартиру предоставили, и зарплата выше, и какое-то пособие. Каб достойно развивать краину, треба прослыховываться до меркования кожного и ее гражданина. Ачуть голосы молодых, значит, ведать, об чем марать новое поколение, и будовать будущее у отповедности с этим. Вы знаете, что я работал раньше в регионе, и я периодически проводил такие встречи с молодежью. Мы собирали аналогичные площадки у себя, и много таких вещей, начиная от благоустройства, кончая развитием каких-то предприятий, каких-то предложений по жизни региону, молодежь предлагала. Это нормальный диалог, и есть алгоритм, как можно пообщаться с органами власти. Палац легкой атлетики – не только головное место свято, а и эпицентр свежих идей. Тут представили актуальные инициативы молодежи Гомельской области. У их лику – интерактивная пляцовка, присвяченная студотрадовскому руху. Для юнаков и девочек белорусские студентские отрады – реальный способ принести корысть своей краине. Активисты БРСМ имкнутся познайомить с рухом, якмага больше молодых людей. Утым лику – с допомогой гульняв. У нас представлена здесь игра ДНК-стройки. Это игра, на которой изображены все элементы, либо относящиеся к атомной электростанции, либо к строке. И еще один важный пункт – волонтерство. Сярод молодых Гомельшины – саправды шматых, кто лечит своим обовязкам и допомогать усим, кто имеет это потребу. Мы занимаемся благотворительностью. У нас вообще волонтерский отряд «Доброе сердце». Мы занимаемся не только пожертвованием, благотворительным собиранием денег, но и всякими концертами, спортивными, массовыми мероприятиями. Концертная программа целком ответила размаху форуму. Кировничество в области не покинуло его без уваги. У своем видеозвороте Янаць Соловей отзначил – поддержка молодого поколения – одна из первочерковых задач. У нас в Генах заложено заботиться о своих детях, сколько бы лет им ни было, чтобы вы были здоровы. Мы практически ежеквартально открываем спортивные объекты, строим ремонтюры, медицинские учреждения. Ежегодно закладываем новые дома, многоквартирные и индивидуальные. Открываем садики и школы. Со сцены у гэта вечер говорили про важность захавання миру и сгоды на нашей земле. Необходность шановать тое, что маешь. Успомнили про подвиг солдат Великой Айчиной войны. Выказали самое шире слово любови до своей родимы. Финал масштабного свята – не меньше грандиозный. Шестя солдат с державным флагом и выезд байкеров на манеж – кульминация усяго вечера. Молодь Гомельшины – креативная и мытанакераванная. Яна хочет для родной земли миру и процветания. Имкнется принести ее и корысть. Фраза «Беларусьгы тамы» для ее большим просто лозунг. Форуму Гомеле – таму подтверждение. До областного молодежного форума долучилися и удельники республиканского автопробега «За одиную Беларусь». Старт отбылся у столицы, у маршруте 8 припынков. На каждом из них колонна продолжалась новыми автомобилями. Один из главных пунктов – у Светлогорском районе. Тут удельники пробегу наведали мемориальный комплекс «Алаа», усклали кветки и отдали данину памяти героям, которые отвоевали мир и независимость нашей страны. Мы из Гомеля, мы всегда участвуем в автопробегах во всех. Это уже четвертый наш автопробег, и собачка всегда с нами участвует. Вы какую страну хотите видеть? Мирной, спокойной, и чтобы все стабильно, чтобы я смотрел вперед и знал, что у меня будет впереди. А мы за единую Беларусь, и нельзя ее делить. У нас народ единый, поэтому мы за то, чтобы все жили мирно, спокойно и под мирным небом. Мы хотим разделить свою любовь, поддержать страну, поддержать нашего президента. Поэтому мы здесь, в этом памятном месте, где воевали наши предки, где были страшные моменты, поэтому мы сегодня здесь. Мы не можем в такие дни оставаться дома. Мы приехали поддержать своих, поддержать страну, поддержать единство и суверенитет. Акции «За мир», «Безпеку» и «Спокой» в Беларуси протягиваются во всех регионах краины. Свою громадянскую позицию беларусы выказывают про спорт, творчество и молодежные инициативы. Дом номер 7А по 8-й иншагародней улице побудовали в Беларуси. Дом номер 7А по 8-й иншагародней улице побудовали, когда трех годов тому. И еще просто два года заселили соседнюю шмат поверховку. По зудности, это территория молодых семья. Аматоры спорту, конечно, приходят на размещанный побочек стадион Державного колледжа народных промыслов. Это даже один такой спортивный объект во всем микрорайоне. Администрация установки ничего супер снимает. Выключения складают только часы, когда на стадионе проходят учебные занятки. Наш учебное заведение находится в микрорайоне завода остановочных узлов. И наша спортивная площадка является единственной в данном микрорайоне. Поэтому мы всегда идем навстречу просьбам местных жителей позаниматься на нашей спортивной площадке. Здесь играют и в футбол, занимаются бегом в утреннее и вечернее время, когда нет занятий на нашей площадке. Также у нас работают спортивные секции, которые посещают в том числе и местные жители. Это занятия в фитнес-зале, в тренажерном зале, занятия по волейболу, ну и другими видами спорта. Просьбу створить у дворинного будовля баскетбольную площадку можно назвать коллективной. Хоть под электронным зворотом у облвыконкам усяго один подпись. В оселеке в выпадку такая думка неодноразово выказывалась мясовыми жахарами. Шмат хтось их выховывая по некольки детей, и спортивная площадка тут пустовать не будет. Дальше, подчас приезду нашей сдымочной группы, коли дорослые находились на праце, а дети у навучальных установах, баскетболом занимались навученцы колледжа. Это даёт подставу мерковать об высокой эффективности выкористания спортивного сбудования. Дом для молодых семей и детки с удовольствием играют. Это очень большое, очень значительное и очень приятное мероприятие для всего дома, да и думаю, что для соседних тоже домов. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Андрей Иванов, телерадо-компания «Гомель». Повеншуем маму разом. Федерация профсоюза в Беларуси обвестила традиционную святочную акцию на передние Дня Мати. Жадаю, что могут бесплатно отправить паштоки своим самым дорогим людям. До 18-го Кастричника это можно сделать у каждой профсоюзной организации страны. Например, у фойе дома профсоюза в Гомеле до свято подрихтовали тематичную фотозону и выставу, а также экспозицию работ на вышенцев детской мастерской школы. Сегодня с нагоды старта акции тут пройшел мини-концерт. Удельники могли написать веншование на святочной паштуце и отправить ее по адресе. Всеми профсоюзными организациями в поздравлении выделено около 150 тысяч рублей, которые будут направлены женщинам к этому празднику. У нас более 80% в профсоюзах работают и женщины. Помимо этой основной деятельности, которой они занимаются, они, конечно же, мамы. Они несут это нелегкое время, конечно, какую-то обязанность перед своими детьми. Потом становятся бабушкой перед внуками и так далее. Поэтому я считаю, что мама – это очень хорошее, родное, красивое слово. Подписывали паштовки и студенты ГДУ имя Франциска Скаринны. А кроме того, веншование со святом отправками принимала Анастасия Григоренко, которая поспевает гадовать четырехгадового сына и выдатно учиться на математичном факультете ГДУ. Моему сыну вчера исполнилось четыре года. С самого начала на первом курсе было тяжеловато совмещать, потому что он все-таки совсем маленький, он требует к себе очень много внимания. Поэтому учебой я обычно занималась ночью, когда ребенок уже спит. А сейчас, мужу четыре года, уже детский садик сильно выручает. И поэтому, пока ребенок в садике занимается учебой, когда он приходит, я занимаюсь ребенком. Инициатива акции «Повиншуй маму разом» належит Молодежному Совету профсоюзов Беларуси. Починаюшись с 2015-го, что год у ее удельничают больше за полмиллиона человек. У минулого года веншование отримали около двух миллионов мам. У Мазыры произошло выездное посажение президиума областной организации Беларусского союза женщин. Головная тема – работа с молодью. У программы поездки наведывание установ адекватации. Среди их средняя школа номер 11, где размещен уникальный музей. Экспозиция, присвеченная женщинам Мазыршины. Больше как тысячи экспонатов, рассказывает про лесы мать-воинов-интернационалистов, працевниц, педагогов и кировниц. А в средней школе номер 14 находится мини-музей становления беларуской державности и символики. По час семинара, когда школы высадили клёны. Наша организация женщин – это матери, это те люди, которые хотят вложить в наших детей самое лучшее. И те задачи, которые мы сегодня ставим на нашем семинаре – это воспитание духовности, воспитание патриотизма, любовь к родине, основные посылы. Удел депутатов Палаты представников в мероприемстве – добрая махшимость сбора информации на местах. Мы вот сегодня, как представители парламента, присутствуя на этом мероприятии, конечно, большое внимание уделяли тому, какие предложения идут от учителей в сферы образования, социальной сферы для того, чтобы действительно какие-то вносить, наверное, поправки в конституцию нашей страны, для того, чтобы те проблемы, которые, может быть, существуют, они действительно есть, чтобы они решались на уровне законодательном и чтобы люди чувствовали, что законодательство совершенствуется в том числе и для того, чтобы страна мирно, диновично развивалась. Я желаю нашим всем женщинам, чтобы они были счастливы. Дню матери, я хочу поздравить всех матерей, чтобы, самое главное, наверное, чтобы были здоровы и счастливы их дети. Акты у Гомельской организации Белорусского союза «Жанчин» принимал и областный лицей. Завершилась встреча проглядом социального спектакля «Семья. Это моё життя». Материнство в самых крональных и пяшотных моментах. В медколледже с на годы Дня Маці организовали экспозицию фотоздымков. Ее автор – выкладшица терапевтических дисциплин Виктория Чатырко. И это ее первая персональная выстава. Молодый педагог 7 лет занимается фотомастатством. Кажется, что работать портреты тяжарных женщин, а потом уже на руках с немовлятами, вельми хвалююча и радостна. А еще особливая профессийная салода – зловить им гнение, коли мать и дитя забывают, что побач – фотограф, и просто зливаются у одино и неподдельное целое – у семью. Самое отказное в процессе таких сдымок – выкликать довер у маленьких дитей. Осторожно трапить у эмоциональной поле мати, батьки, малыша, как на фотосдымках, адлюстровать эту атмосферу и однанне. Очень хочу развиваться именно в фотосъемке беременности и в семейной съемке. Мне кажется, это самые искренние виды съемок. В них больше всего чувств и больше именно истории людей, что для меня очень важно. Медколледж рыхтуется до уделу и у инших мероприемствах «Ты дня мати». Мы активно сотрудничаем с областным женсоюзом и традиционно тоже во время недели матери мы организуем такую вот свою тематическую площадку «Территория здоровья», где мы обучаем население оказанию первой медицинской помощи, гигиене полости рта, уходу за новорожденными детьми и многому-многому другому. В этом году это мероприятие по поручению областного женсоюза состоится 16 числа в областной библиотеке Ленина с 12 до 14. Поэтому всех желающих мы приглашаем, мы вас всему-всему-всему научим. У Беларуси в середине ты дня похолодает. Завтра в нашем регионе будет еще тепло, в ночи до 12, днем до 19 градусов выше и за нуль и без опадков. В Сираду на большей части территории в области пройдут короткочасовые дожжи. Температура поветра шагается до плюс 14 ночи и до 18 тепла днем. В четверг 15-го Костричника начнется похолодание. Будет каля 11 градусов тепла ночи и у сего до 12 днем. Могчимы опадки. Подобный характер надворья захавается у наступные дни ты дня. Гэты и иншые новины информации о проектах Телерадо и компании Гомель вы можете знайси на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Непотушенная спичка в ведре, по мнению спасателей, стала причиной пожара со смертельным исходом в Гомеле. 10 октября в 16.39 спасателям поступило сообщение о горении жилого деревянного дома по улице Первой Мельчанской, принадлежащем одинокой пенсионерке. За женщиной 1931 года рождения присматривала внучка, которая совместно с мужем проживает в соседнем доме. По прибытию к месту вызова спасателя было обнаружено сильное задымление в жилом доме. Работниками скорой медицинской помощи совместно с работниками МЧС приводились реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти пенсионерку не удалось. В результате пожара в коридоре повреждено имущество. Причина пожара устанавливается. Основная версия – непотушенная спичка, выброшенная в мусорное ведро. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проведения проверки сотрудниками Следственного комитета. А в Музыре в этот день едва не лишился жизни нетрезвый мужчина, забывший открыть спичную заслонку. В доме по переулку Зеленому проживают мать и сестра хозяина, которые также подверглись опасности. Вечером в субботу мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал растапливать печь в доме и не открыл задвижку дымохода. Его сестра, почувствовав запах дыма, зашла в комнату к брату. Он жаловался на головокружение и тошноту. Проветрив помещение, женщина вызвала скорую помощь. 60-летнего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Музырской горбольницы с диагнозом отравления угарным газом, алкогольная интоксикация. Жизнь сельского жителя из деревни Ямица Житковического района также, можно сказать, спасла родственница. В пятницу 74-летнего пенсионера спасателей вытащили из 4-метрового колодца. По прибытию выяснилось, что сутками ранее мужчина спустился в колодец по лестнице за ведром, но обратно самостоятельно выбраться не смог. Тем временем ему несколько раз пыталась дозвониться сестра и после неудачных попыток позвонила соседке. Та, обнаружив мужчину в колодце, вызвала спасателей. При помощи веревки и пожарного пояса пострадавшего извлекли и передали медикам. Мужчина госпитализирован. В предвыходные и выходные дни сотрудники госавтоинспекции выявили 26 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, и 108 водителей, которые сели за руль, не имея на то прав. На территории области зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одно из них произошло в деревне Залядье Светлогорского района около 11 вечера 10 октября. Не имеющий права управления 50-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии и управляя мотоциклом ИШ, совершил наезд на припаркованную у края проезжей части автомобиль ВАЗ. В результате наезда мотоциклист получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В шестом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу Гомельский ВРЗ на домашней площадке играл с Минском. Лучшими игроками поединка признали голкиперов, что справедливо. В атаке соперники сподобились только на один гол при множестве моментов. И Юрий Дегтяренко, и Артем Петухов знатно потрудились на своих позициях. Причем вратарю Минчан пришлось куда чаще вступать в игру, чем его визави. Единственная голевая атака случилась на пятой минуте. Отличился лидер списка бомбардиров чемпионата Евгений Клочко. Отмечу, что игрок ВРЗ имеет завидную голевую серию. Клочко забивал в каждом поединке своей команды в нынешнем сезоне. Поведя в счете вагоностроители, давление на гостевые ворота не уменьшили. Голевых моментов создано было немало. Команда Александра Черника где-то не без доли везения держала оборону, при этом не забывая периодически организовывать контрнаступление. И тут уже трудиться приходилось Юрию Дегтяренко. Счет не изменился. 1-0 победа ВРЗ, который занимает третью строку в турнирной таблице. Минск, увы, пока зачетных баллов в активе не имеет и располагается на последнем 12-м месте. У нас соперника, наверное, все-таки надо отдать должное. Класс команды. Моментов больше было. Ну, не знаю, сегодня как-то, наверное, хоть и проиграли, но удача, наверное, была на нашей стороне. Было пару хороших моментов, да. Но если не забиваешь, понятно, там и 2-1 в конце первого тайма момент хороший, и во втором тайме стандарт неплохой разыграли. Ну, по счету вроде как-то так и обидно. По игре все-таки соперник посильнее сегодня выглядел. Как и в прошлом году у нас страдает реализация. У нас очень много моментов. Мы не забиваем из простых ситуаций и сами создаем себе эти сложности. Всегда есть над чем работать. Поэтому, я думаю, мы будем стремиться к тому, чтобы набирать и набирать. Потому что этот сезон, наверное, будет самый тяжелый из всех, которые были. Потому что команды все подобраны хорошие игроки. Поэтому будет очень тяжело. Нужно серьезно готовиться к каждой игре. Гомельская БЧ в шестом туре на выезде обыграла Динамо БНТУ. 3-2 железнодорожники замыкают квартет сильнейших команд чемпионата. Светлогорский ЦКК не смог прервать победную серию лидера. Аршанского ВИТЭ на поражение 1-7. Светлогорская команда на 9-м месте в турнирной таблице. Речицкий спутник укрепляет позиции. Лидер чемпионата страны по футболу в первой лиге в центральном матче 21-го тура одержал победу над Держинским арсеналом 2-1. Речицкая команда имеет преимущество перед ближайшим преследователем. Крумкачами в 6 очков. Гомель, взобравшийся в минувшем туре в тройку, одержал четвертую победу к ряду. Лида капитулировала на своем поле 0-2. Зелено-белые забили на четвертой и 91-й минутах. Отличились Теслюкевич и Юденков. Гомельский локомотив благодаря двум забитым в добавленное к первому тайму время Галам одолел Оршом. Железнодорожники на четвертом месте в таблице чемпионата. Аутсайдер Светлогорский химик снова проиграл. На этот раз слониму 0-1. Женская и мужская команды гонбольного клуба «Гомель» одержали победу в очередных матчах чемпионата страны. Подопечные Томожа Чаттера на выезде были сильнее Березины 33-24. Лучший снайпер Виктория Дивак 11 голов. Мужская команда также в гостях обыграла БГУ ФК «СКАМ» 37-26. Лавры лучшим бомбардира разделили Андрей Ященко и Дмитрий Смоликов. Каждый забросил по 8 мячей. Мозерская жемчужина Полесье в очередном туре чемпионата Беларуси по волейболу праздновала победу над дублем Минчанки 3-1. В элите мужского чемпионата «Западный Бук» на домашнем паркете оказалось серьезное сопротивление гомельской энергии. Гомельчане вырвали победу на тайбрейке 3-2. В первой лиге Бумпром в гомельском дерби обыграл «Газовик» 3-1. С Дешор Энергия в гостях уступила аршанскому взлету 0-3. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Оставайтесь на Беларусь.